Всем привет! Продолжаем проходить сюжетную линию, и нам надо будет поговорить с Белли. Давайте начнем. Вайс, вот и ты. Мне надо тебе кое-что сказать. С нами только что связался пастух. Ребят, извините, немного голос сел. Он сказал, что последние несколько дней работает недалеко от шестого и хочет встретиться с нами. Он сказал, зачем? Мы же сами просили пастуха помочь нам найти заказы на объездной, чтобы узнать, где Перлман. Он поэтому и хочет зайти. Вайс, у тебя сейчас есть время? Не хочешь с ними встретиться? Ну хорошо, давай. Так, ну что, мы выходим из открытого мира, как я понимаю, в сюжетку, поэтому нам это и объяснили. Сейчас посетителей все равно нет. Давай я на время закрой прокат Инз и позову его прямо сюда. Вскоре пастух приходит к вам в магазин. Пайтоны, старые друзья, давно не виделись. Как выживаете-то? Благодаря тебе в неплохо, но от работы не отказываемся. Если подкинешь что-нибудь, будет еще лучше. После такого ответа я даже и не знаю, как вам сказать. Похоже, хороших новостей ты нам сегодня не принес. Послушайте, друзья, у нас просто фосмажор. Из-за выборов в городе резко заботились безопасностью. Теперь охраняются не только главные дороги, но и выезды из каверны на объездную. Конечно, контрабрандисты с объездной всегда возили товар через каверны, но сейчас риски так выросли, что большинство клиентов решили вообще, пока в городе не работать. А даже если кто-то сейчас решится на такое, едва ли у нас найдется то, что вам нужно. Масштаб не тот. Итак, вы отказались от моих прибыльных заказов и решили заняться бизнесом на объездной. Значит, вам теперь нужны надежные источники информации. Похоже, ты слишком хорошо нас знаешь, пастух. Но мы ведь давно сотрудничаем. Да не волнуйтесь, я не стану донимать вас со спросами. Хоть у нас и нет для вас поручений, я пришел не только там. Так просто. Вот вам совет. Если вам нужна информация, стоит зависать знакомство с байкерами из объездной. С байкерами? На объездной люди живут в поселках, раскиданных по всей дороге, и доставка припасов зависит именно от байкеров. Они, во-первых, пользуются авторитетом и местом, а во-вторых, всегда в курсе всех новостей. К сожалению, я вам никаких контактов не предоставлю. Так что, на этом моя помощь исчерпана. Вообще-то, это все, что я хотел сказать. Если вдруг придумаете, решите заработать легких денег, обращайтесь ко мне. Спасибо, мы подумаем пока. Наконец, хоть какая-то полезная информация, но это не облегчает поиски первом мана. Ремонтов у нас нету. Объясная вне сферы нашей деятельности. Кстати, в городе все меньше новостей о первом мане. Даже феи ничего не дается найти. Вайс, тебе это все не кажется каким-то странным? А что тут странного-то? Ну, сам подумай. Объездная, это огромная малонаселенная территория. Чтобы там выжить, нужно постоянно с кем-то контактировать. Бегство первом мана надоело. Она делала много шума. Его разыскивается бес, а о нем уже должна была просочиться масса информации. Как же ему удалось бесследно исчезнуть? Вау, несколькими днями ранее, вскоре после угона дирижабля, где-то на объездной, на район старой нефтикачки. Ну, говорю же, я снаюсь, снаюсь! Ну, ты-то же сказал бы пораньше к нам, и нам обоим не пришлось бы тратить столько времени. Но есть еще желающий. Кто-нибудь? Папаша, огни бы у нас. Теперь ты не можешь сказать, что сейчас не время участвовать в Инверно-Кроссе. Мы, сыны Каледона, лучшие. Вот он, мой шанс. Теперь я точно стану вожаком, как говорится. Надо брать ворога за рога. Быка тупится. Брать быка надо за рога. Вожаком, значит? Ты меня не переубедила, Цезарь. Ну, раз уж вы прошли отбор, вперед, попытайте удачу. Что? А ты разве с нами не пойдешь? Я уже ушел на покой. Оставлю эти свистопляски молодым. Кроме того, кто-то же должен следить за перевозками. Цезарь, папаша! Смотрите-ка, что мы нашли. Это же городской дирижабль. Впервые вижу его так близко. Эй, Цезарь, тут кто-то живой. Выжил в таком крушении. Да, уж повезло мужику. Лицо какое-то знакомое. Да, это же тот самый, которого обвиняют в подделу вижу. Прозыске у Сабеза. За него вознаграждение назначено. Да еще какое. С такими деньгами можно 30 лет пить нитротопливо вместо воды. Да хватит на 5 зубастиков. Сабез денег не жалеет. Сабез! Нет, нет, пожалуйста. Не выдавайте меня им. Я знаю, кто стоит за всем этим на самом деле. У меня нет, есть, точнее, доказательства. Доказательства? Тем временем, в рандом плей. Честно говоря, я начинаю сомневаться, что Пермалм все еще жив. В расследовании жертвы можно положить цена кулак. Но вот иск хитрых зайцев бесконечно затягивать вряд ли. Пойдет. Господин, вторая помощница. Поступил звонок от Билли. Выполнить соединение? Люк на помине. Да, возьми, конечно, трубку. Ох, директор, ты дома. Я отправлял тебе сообщение, но ты не ответил. Мы из Билли дома. В чем дело, Билли? Директор, мне нужно сообщить кое-что важное. И лучше лично. Я на углу с иголкой Барда. Сможешь подойти? Раз уж ты так близко. Билли, почему бы тебе не заглянуть в видеопрокат? Ну, я за рулем, и моя машина к вам не проедет. Подожди минутку. Тут ко мне собесы подошли. Нужно все объяснить. Так, мне придется положить трубку. В общем, я тебя жду. Пожалуйста, приходи. Билли что-то странное говорит. Автомобиль хитрых зайцев у нас сто раз проковался. Раз уж он настаивает, лучше тебе действительно к нему подойти, Вайс. Вайс. Там сейчас будет 100% какой-нибудь гигантский грузовик, который просто физически не мог заехать. О, ну я же говорил. И какой-то красный мокус. О, директор. Это быстро. Билли, ты ее ушел из хитрых зайцев? Что это за махин-то с надписью Веприэкспресс? И банку еще этот. Ну уж нет, я целиком и полностью доволен жизнью. Да и Николь еще не выплатила мнений Дэния из обещанных дивидендов. Эта тачка и банку принадлежат сынам Калидона, байкерской колонии из объездной. Жители из объездной проверяют на въездах в город, и это очень мудрно. А у этой машины есть пропуск в Нью-Эриду. Вот я и помогаю с доставкой товаров. В конце концов, мне с байкерами работать не впервой. Билли, я не знал, что тебе приходилось бывать на объездной. Я там вообще-то довольно долго жил. А в город переехал по чистой случайности. Повезло просто. Про это в другой раз поговорим, директор. Мне нужно передать тебе кое-что важное. У сынов Калидона есть сведения насчет Перлмана. Им можно доверять? Ну конечно, мой контакт второе лицо после их лидера. Сыны Калидона знают, что мы ищем Перлмана. Они сказали, что готовы поделиться ценной информацией, но в обмен хотят лично обсудить сотрудничество с Фаэтоном. Хочешь сказать, они ищут Прокси? Они не сказали об этом прямо, но думаю, так и есть. Честно говоря, Перлман нам самим в зарез нужен для нашего иска. Но Николь сказала, что у нас перед тобой должок, так что сам решай, с кем работать. В общем, в ближайшие дни я буду закупать для сынов Калидона товары в городе и модернизировать их бамбу, а потом поеду навстречу с ними. Если хочешь с ними встретиться, можешь поехать со мной. Так, меня зовут куда-то... А, Белль. О, Белль. Ты уже вернулся? Ну о чем мы там болтали-то? Вы рассказываете обо всем, Белль. На байкерской колонне сыны Калидона с объездной есть зацепки насчет Перлмана, но в обмен за сведения они хотят лично обсудить с нами сотрудничество. Какие мысли у тебя, Вайс? Ну, у нас наконец появилась зацепка насчет Перлмана. От такого отказываться нельзя. Пастух тоже говорил, что этим байкерам с объездной многое известно. Да, но при этом они предлагают тебе лично ехать неизвестно куда на объездную. Ну, со мной ведь будет Белли, если он все еще помогает своему прежнему боссу, значит они и в хороших отношениях. Ну ладно, хорошо. К счастью, закон о Нью Эридоне объездной не действует, так что пропси могут там работать в открытую. То есть нам не нужно волноваться о том, что льфаитоны разоблачат. Вайс, в ближайшие пару дней тебе стоит подготовиться к поездке и разобраться с несовершенными делами. Так, Вайса связалась с Белли и сообщила ему о нашем решении. Ты как готов? Конечно. Поехали. Узнаю своего брата, быстрый и решительный, как всегда. Тогда дождемся Белли и в путь. И вот наступает день отъезда. Вайс, вы с Белли сегодня едете на объездную. Будьте аккуратнее, машина Белли стоит на том же месте, где вы встречались в прошлый раз. Иди туда. За городом не так много смарт-устройств, но мы с Фейей постоянно будем следить за вашей безопасностью. Директор, привет. Ну что, погнали? Погнали. Инфернокросс, ухе. Чуть позже и на объездной дороге. О, она прямо бесконечная. Ну как тебе, директор? Виды на объездной, что надо, правда? Да, но рассекать по ней одно удовольствие. Но ведь дорога проходит слишком близко к каверне. Их здесь так много? Да ничего не поделаешь. С эфирными технологиями на объездной того туго. Так что каверны тут и уничтожить не получается. Они даже эфир из них добывать не могут. А, видишь, вон те штуковеты. А, вот это техника? Но это же нефти качка. Блестящий директор. Этот район так и называется. Старая нефти качка. Местные до сих пор на бензине ездят. Неэлектричество из него. Получают. Эй. Стой. Куда прешь на? Вот, блин. Мы сейчас врешемся. Пили-пили направо. Направо в каверну. Ну и ну. Надо же. Они правда свернули в каверну? А я уже надеялся на кровавой ферме. Господин Луцик, наш приказ выполнен. Пожалуйста, пощадите меня. Я умоляю, концовка, при которой сыны Калейдона гибнут в каверне, тянет максимум на 61 балл. Но учитывая твои усилия, ладно. Надеюсь, ты усвоил этот урок и больше не станешь вмешиваться в дела, которые тебя не касаются. Второй человек из Триумфаторов в сговоре с городской эфирной компанией. Такими словами не разбрасывайся. А. Директор, ты как? Да не волнуйся, Билли, я в порядке. Ну и славненько. Когда ты ударился башкой, ой, головой, на мою руку. Такой звук был. Да, автоцистерна на встречной очень меня напугала. Хорошо, что ты быстро соображаешь. Мы не только сами выжили, но еще машину не совсем угробили. Вот только мы в каверну провалились, и что теперь делать? Давай осмотримся, Билли, а может найдем что-нибудь полезное? Точно! Хорошо. В машине есть противоэфирное средство, которое у меня завалялось для сынов Калидона. У тебя, сестра, ведь устойчивость к кефиру не очень высокая. А еще я прихватил списанные зонды сбора данных. Билли, кажется, я знаю способ выбраться из каверны. У Банбу, сынов Калидона, наверняка есть встроенная морковка. А если прибавить к этому данные, собранные зондами... Да, точно, директор. Ты же прокси, а значит сможешь проложить путь из каверны. Вперед, директор, давай поскорее установим эти зонды. О, Билли. Если б не мой голос, я бы тебя озвучил бы получше. Так, идем, директор. Три штуки надо поставить. Наверное, их привлекало что-то там. Не переживай, директор, я с ними разберусь. Жесть, ребят. Че-то я прям с голосом, конечно. Надеюсь, в следующей серии он восстановится. Это Банбу мне нравится на этой штуке. Чего? Так, директор, поеду двигаться. О, еще и Ипериалов. Они поклепче предыдущих. Директор, спрячься. Да хорош, стреляй! Директор, спрячься. Директор, спрячься. Остался последний. Не волнуйся, директор. Ты держишься там? Да, все хорошо, не переживай. Сусть-то местность шикарно, я думаю, что это за металл. Ну, посмотрите. Плохо делай, ну и здравия. На сад машине я изматываемся. Давай, директор, почти получилось. Я для таких упражнений не готовился. Директор! Ох, сестричка! Давайте. Давно не виделись, братишка. Она, так значит, и есть тот самый легендарный прокси. Ну что, братец? Подзаржавел, да? Ну и что, покажем, как мы умеем. Так, ребят, у нас новые персонажи. Это круто. Давай, братец, покажи, на что ты способен. Уложишь ли я в 10 патронов? Какая самоуверенность, братец. Да ты не понимаешь. За все расходы больше 10 патронов нам придется платить из своего кармана. Да, братишка, вовремя мы подоспели. Еще бы пару секунд, и эфериалы бы тебя на запчасти разобрали. Я жесткий тип. Я бы еще долго продержался. Братец, до тебя уже в тупик загнали, но ты все равно выпендриваешься. Ты просто плохо меня знаешь, Лайтер. У меня теперь тело из особого сплава. Какие-то амоэфериалы. Меня даже Николь бить голыми руками боится. То есть жесткий тип, это не фигура речи. Лайтер, сестренка, как показались. Мне позвонила какая-то перепуганная девушка и сказала, что мы упали в каверну. Заместительница директора Люси сначала подумала, что это мошенники, но она настолько точные данные передала и даже проложила путь из каверны. Так, значит, и есть легендарный Прокси. Кто бы мог подумать? Спасибо, вы нашли нас как раз вовремя. Прокси, ты чего? Директор, директор, соберитесь скорее, надо убираться отсюда, быстрее. Ух ты, это что это у нас? Надо же, неплохо. Блейз, вот чуть позже того, как вы потеряли сознание. В этом происшествии есть и моя вина. Сыны Галидона обязаны почтить нашего гостя достойными похоронами. Лайтер, ты понесешь гроб. Велегая мне выпала работенка. Так, теперь нужен водитель для катафалка. Пайпер, ага. Да-да. На последний путь с ветерком и без... О, Бернис. О, Бернис. Кремация на тебе. Да запас, то это надо сжечь его до тла, а потом еще раз сжечь, да? Люси, Люси, да... Перестань уже! Да ладно тебе, на каждый день у нас веселая кремация-то. Хватит издеваться над нашим гостем. Бернис, а ну-ка убери огнеметы, вживая. Ну вы меня доведете. Вайс, ты как, ты не ранен? Да ладно, мы просто шутим. Добро пожаловать на объездную. Здесь даже из пепла можно сделать что-нибудь. Спустя некоторое время. Никто бы мог подумать, что из-за такой случайности здесь окажется сам Фаэтон в полной составе. Что вы испугались? Вас? Нет. Расслабьтесь, вы двое и били. Как это говорится, три сапога пара, значит мы друзья. Это что, комплимент? Пора представиться как следует. Мы сыны Галидона, байкерская банда из объездной. А я Цезарь, я тут за главную. Билли должен был рассказать, зачем из-за тебя позвали. Сынам Галидона нужна на тебя небольшая услуга. Что касается вашего Перлмана, его дирижабль разбился на объездной при посадке. Перлман выжил, но он серьезно ранен и пока без сознания. Стой, хочешь сказать Перлман у вас? Ну да, Люся вам не говорила? Не переживай, мы его подлотаем, а как очнется, передайте вам. Да подожди ты, Цезарь, у тебя совсем с головой плохо. Переговоры еще не начались. А ты уже раскрыла все наши карты. Какие переговоры, какие карты? Люси, вечно ты о своей мелочности. Манипулировать и искать выгоду. Это не по-важатски. Выжаки так не поступают. Теперь легко говорить, я из кожи вон лезла, чтобы удержать эту информацию в тайне. Если мы не договоримся с Фаэтоном, где я тебе найду другую надежную Прокси для Инферно Кросса. Инферно Кросс только наше дело, я не собираюсь никого в это впутывать. Да не волнуйся, Прокси, ты посетил объездную, а это знак уважения. Даже если ты не согласишься нам помогать, я сдержу свое слово насчет Перлмана. Тезарь, мы ценим твою доброту, но... Как говорится, нет работы, нет зарплаты. Вы права, мы надеялись просто узнать у Перлма, а не хоть что-нибудь. Но такого щедрого предложения никак не дождались. Не ждали. В обмен на твою честность и открытость мы обещаем сделать все, что в наших силах, чтобы тебе помочь. Вот так и надо, четко и по телу, Люси, выдыхай. Благодарю, Фаэтон, мы высоко ценим вашу готовность помочь. Как я понял, вам нужен Прокси для некого Инферно Кросса, правильно? Что это? Инферно Кросс, наш самый главный праздник. Проходит в районе старой нефтекачки. Участвуют только сильнейшие байкеры испытания каверной для лучших из лучших. Цезарь, разве тебя можно понять, когда ты так поражаешься? Сейчас объясню. В общем, Инферно Кросс это... Мотогонка по бездорожью в каверне. Участвуют всего две команды, правила просты. Нужно первым пересечь каверну, доехать до Бекла и пинуть в него огнево. Я и не знал, что на объездной проводятся настолько опасные гонки. Прокси, Инферно Кросс проводится не просто ради острых ощущений. Таким образом, в корме состязания мы обеспечиваем безопасность нефтяных скважин. Ведь жизнь всего этого района целиком зависит от нефти. Но разумеется, для нас байкеров Инферно Кросс важен еще по одной причине. Победитель соревнований становится вожаком лиги. Да-да, Фаэтона, круче и главнее вожака лиги нет никого. Нынешний вожак из банды Триумфаторов. И он этот ситул уже много лет удерживает. Как давно я хочу показать ему, кто здесь лучший. Ясно, горячая кровь. Цезарь, если ты и дальше будешь думать только о такой чепухе, я быстро приберу сынок Лидона к своим рукам. Со места вожака все бьются не только, чтобы показать, кто тут круче и главнее. Мы все-таки не школьники, пересчитывающие манги о героях. Будущее нефтедобычи на старой нефтегачке полностью зависит от поддержки лиги во всех смыслах этого слова. Как глава лиги, вожак управляет распределением транспортных маршрутов. Это серьезная ощутимая власть. Уже шесть месяцев подряд Триумфаторы дают нам только худшие маршруты. Они точно что-то против нас замыслили. А когда я решил обсудить это с ними лично, их заместитель Луций с улыбкой сказал мне, что вожак сейчас находится за пределами старой нефтегачки, и маршруты распределяются случайным образом. К слову, вожак и правда уже полгода нигде не появляется. Кто знает, чем он там занят. Но ты-то то... Чего боишься, Люся? Ну да, маршруты не ахти, но ведь нам любая дорога по плечу. К тому же признай, ты просто сердишься из-за того, что на этих дорогах негде купить косметику и перекус. Ай, цит, цесарь, мы же договорились, что ты не будешь критиковать меня перед нашими гостями. Критиковать? Какая же это критика, чистая правда. И потому ты вот... Вот меня вообще дурочкой называешь. Думаешь, мне что ли не обидно? Ой, длинный язык в очередной раз нарушил все мои планы. И еще должна... Я тебя расхваливать? Ну да, конечно, леди Люси Монтефио. Я нарушила твои планы. Кажется, ты забыла, как ты всю ночь не могла уснуть. Все. Предвкушала, как встречишься с легендарными Прокси. Все, цесарь, довольна. Я вызываю тебя на поединок. Сынам Калейдона пора сменить лидера. Тоже меня напугало. Лайтер, иди сюда, будешь рерфери. С этими двумя все в порядке? Да, все нормально, Прокси. Не пайся. У нас такое случается в 2-3 раза за день. Да, да, это обычное дело. Тут главное не оказаться в рерфери, иначе может прилететь и от одной, и от другой. В любом случае, здорово, что вы, ребята, согласились помочь нам в первой кроссе. Вместе у нас все получится. Прокси, уже поздно. Может, сегодня останешься с нами? Заправка здесь закрыта, но поселок прямо внизу, так что тут все равно безопасно. Насчет Пэролмана. Этот, который сбежал, да? Цезарь все правильно рассказала. Его дирижабль упала у объездной прямо у нас на глазах. Сначала мы хотели сдать его в обязанное вознаграждение по, за вознаграждение. Но он постоянно повторял. Я знаю, кто за этим стоит, и у меня есть доказательства. Повторял, повторял, а потом отключился. И мы решили его оставить. Пэролман наверняка что-то знает. Ты даже в лице изменился. Видимо, для тебя эти слова что-то знают. Значит, да? Не волнуйся. О том, что Пэролман у нас, никто не знает. Мы его прячем в безопасном месте, чтобы подлечить. Ну а где Цезарь и Люси? Да, наверное, еще дерутся. Да ничего страшного. Они обычно уходят подальше, так что... Ну, духу вашему не помешают. Да нет, я... Я не имел в виду. Да, они вечера так ссорятся и мерятся. Но заливая... Зубастику полный бак. Они злятся, дерутся, приезжают на заправку. В следующий раз все уже... Уже помирились. Ну ладно. Об остальном завтра поговорим. Сегодня надо лечь пораньше и выспаться нормально. Особенно тебе. Ты наверняка устал. Вам, детишкам, надо больше спать, чтобы больше расти. Вы решили воспользоваться по гостеприимствам сынов Каледона и остаетесь на ночь в Блейзвуде. И вот наступает утро. Слушайте, мега классная локация. Мне вообще безумно нравится. Плюс мелодия просто шикарная. Вчера вечером я пережил, что... Переживал, что не смогу уснуть в незнакомом месте. Кто бы мог подумать, что это... Что не успею. Я закрыть глаза, как уже наступит рассвет. После хорошего сна, усталость глаз как рукой сняло. Интересно, проснулся ли Билли. Нужно будет потом обсудить с ней Абеля. Ладно, Билли тоже. Как нам организовать бизнес-прокси на этой объездной. Ладно, надо поборить с Билли, посмотреть, что он там хочет от нас. А он стоит еще с этой дамочкой. Доброе утро, директор. Удалось выспаться? Похоже, вчера ты очень устал. Только до подушки добрался и сразу вырубился. Билли, ты как будто куда-то собираешься. Ну, вообще-то наоборот. Я думал, что отвез второго директора обратно в видеопрокат. Они с Цезарем решили перенести часть оборудования из магазина в вашу машину. Сделать из нее мобильную прокси-базу. Они хотят привезти HDD сюда? Да, второй директор говорит, что в ряду связь с объездной плохая будет. Плюс к тому, смарт-устройств. Загороды мало, и друг от друга они... На приличных расстояниях. Поэтому скорость может быть слишком медленной. Привет, прокси, с пробуждением. Билли прав, тут на объездной тебе работать будет удобнее. Не бойся, питание и сеть мы обеспечим. С нами ты на объездной будешь как рыбан в масле. После таких комментариев мне как-то неспокойно. Кстати, пока оборудование в пути, позволь показать тебе Блейзвуд и познакомить с местными. Люси сказала, что в наших условиях тебе жить будет непривычно. Поэтому я попросил староста выделить для тебя местечко. Надо про... Псти, что мы доставляем вам столько хлопот. Да без проблем. Когда мы вернемся, поговори с Люси и остальными. Твоя сестра говорит, что перед... Гонка вам нужно собрать данные о каверне. В ближайшие дни Люси и наша банда тоже будут готовиться к инферно-кросу. Так что будем помогать друг другу. О, конец первой части, ребят. Ладно, будем надеяться, что мой голос восстановится. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok